Дорогие друзья, уважаемые зрители и подписчики мои, обожаемые! С вами Татьяна Любимова, я природная ведьма. И вы находитесь на моём таро-терапевтическом канале Любимова ТВ. Давайте с вами сегодня посмотрим, стоит ли его ожидать, какие перспективы на будущее с этим человеком, будут ли поступки с его стороны, будут ли действия с его стороны. Пожалуйста, обратите внимание на то, что видео общее, оно в одном варианте или без вариантов, то есть смотреть нужно от начала до конца. Сейчас мы с вами посмотрим общую энергетику. Вообще, как нам опишут вашу ситуацию? Итак, стоит ли его ждать? Будут ли действия с его стороны? Итак, вы уже, наверное, видите, многие догадываются, что Арканшут говорит о том, что я тебе, дорогая, ничего не обещал. По сути, у вас на данный момент отношения должны быть лёгкие, никто никому не навязывается. Может быть разность в ваших взглядах, в вашем мировосприятии, в понимании сути вещей. Вы думаете так, а этот человек думает по-другому. И тем не менее… Кстати, разница в возрасте, социальное положение, всё сюда же. Но вы можете идти вместе рядом как-то налегке. Вот вы такие разные, и тем не менее вы можете быть вместе. Но на данный момент мы всё-таки, скорее всего, ситуация говорит о том, что вот эта лёгкость, она привела к тому, что закончился определённый этап, очень серьёзный этап. Вот эта ситуация должна была привести к чему-то полезному. Вот как ни крути, перед вами открыты двери, все рядышком в одном направлении. Можете даже не пересекаться как-то. Вы можете встречаться, гостевые отношения, на расстоянии быть. То есть у вас может быть всё, что угодно. Но вы должны как-то гармонично существовать. Вот в этом. А мы видим, должен был быть переход, какое-то исцеление, какое-то понимание друг друга. Возможно, переход на новый уровень. Вот старый этап закончился, вы что-то там для себя решили, у вас произошло духовное возвышение, какое-то понимание. Вы как-то друг друга можете прям даже интуичить. И всё должно было быть прекрасно. Но произошло что-то. Сейчас посмотрим, что же произошло. что ваше возрождение, исцеление, оно не свершилось. Вот эта дурачливость, она так и осталась. Урок не был пройден и не был выучен. Либо это всё сложно. Вот этот переход, он очень сложен для вас. Нет стабильности, возможно, потому что нам показывают, что должна быть стабильность, должны быть деньги. Должно всё это, возможно, даже быть более медленно. Вот процесс ваш, вашего развития, он затянулся, возможно, затянулся. Или кто-то всё-таки выбрал золотого тельца. Нам, дворцов, заманчивые своды не заменят никогда свободы. Помните песенку? Так вот здесь, скорее всего, что-то другое. Что-то другое. Для кого-то спокойствие и золотой телец взыграл такие. Девочки, это, кстати, может происходить и у вас. Если вы замужем, и вы выбираете, ну, поиграли, как говорится, да, но не получилось, и вы выбираете своего партнёра. Ну, если вы замужем, да, у вас стабильность есть. Либо вы выбираете карьеру, зарабатывание денег, либо вы сами. Вот тут же палка о двух концах, как говорится. Никто не говорит, что это чисто партнёр себя так ваш ведёт. Мы смотрим ситуацию в целом. Ну, а кого-то проиграется так, что партнёр выбрал некую стабильность накопления. Или он очень долго решается на что-то, на что-то более серьёзное для вас. И, скорее всего, вот этот вопрос и возник, да? Ну, неспроста уже. А стоит ли его ждать вообще? Стоит ли ждать каких-то решений или каких-то более серьёзных, интересных перспектив? Более стабильных. Давайте посмотрим, что вообще даёт вам этот мужчина. Вот что вообще он вам даёт, что вы от него получаете. Ну, очень хорошие карты, в принципе, вышли, да? Это карта «Мир». Вы… Возможно, вы обучаетесь этим мужчиной. Возможно, вам с ним просто хорошо и комфортно. где бы вы ни были. Хоть в шалаше, хоть в замке, хоть на природе, хоть в открытом космосе. И сила. Мы видим, что вы приобретаете силу. Вы учитесь мудрости, вы учитесь терпению, как-то перекраивается ваш характер и вы познаёте свою внутреннюю силу. Причём королева жезлов, мы видим вот так, вот оно всё было, да, изначально. То есть где-то ваш характер преображается, происходят метаморфозы, вы становитесь более женственной. Что-то вы для себя поняли. Что-то, возможно, как-то этот человек вас поменял. И вот она, ваша собственная сила, мудрость, умение благотворно влиять на этого человека, да и вообще на себя саму. Мы видим, что у вас через этого человека, что он вам даёт? Вы получаете силу, ваш внутренний потенциал, он имеет тенденцию к росту, к развитию. Что получает этот мужчина от вас, от ваших отношений вообще? Давайте, что у него. Как ни странно, у мужчины повторяется шут, дурак, маг и король Пентакли. Вы жезловые вышли, сами сейчас немножко на себе зациклены. Он сам на себе на данный момент времени, да? Он более задумчив, он более всё взвешивает, даже более, чем надо, по времени может тянуть очень. Чересчур долго взвешивает, и чересчур он стабильный, и что-то он как-то… Очень-очень… Чересчур он медлительный. Маг, также перевёрнутый. То есть он сейчас пытается манипулировать, хотя человек должен действовать. К сожалению, не действует, да? Ну, может быть, кстати, и не к сожалению. И вот Аркан Шут. Маг и Шут. Ну, очень интересное сочетание. Но человек сейчас завис на себе. У него чётко идёт, да, все энергии, которые он может давать во благо, в рост, в ваше отношение, в преображение, в ваши взаимосвязи. И мы видим, что вот он от вас как бы получает… Или же он сам так хочет. Не хочет он преображаться, да? Может быть, желает он от вас стабильности. Такое, чтобы… То есть, понимаете, сейчас он вот прям эгоист. Махровый эгоист. Палочка и нолик. Сам себе. То есть вы ему даёте какую-то основу, какое-то спокойствие. То есть он при вас, он может работать, зарабатывать деньги. Вот это длительно принимать свои решения, очевидно, он тоже может, да? Но почему-то вот он не может делать дела, совершать поступки. И он не может развиваться. Не может. Вот мы здесь уже посмотрели, да, опять у нас идёт шут, дурак. Вот опять заканчивается каким-то балабольством и балбесничая. Не ем. Шутовской наряд. Перспективы, открытые перед ним, он не использует. Он не использует. Давайте посмотрим, что будет, если вы будете его ждать. Вот просто выберёте, какая у вас ситуация, да? Вы уже, ну, возможно, устали, надоело. И тем не менее. Дорогие, во-первых, у вас здесь очень много старших арканов, да? Мы видим, что солнышко, но наступит момент всё-таки надоест. Вы немножечко разбалансируетесь, да? Вот если вы будете его ждать. Сначала вы радуетесь. Вашей энергии хватает. На вас двоих даже, возможно, хватает. Но постепенно вы поймёте, что должна быть справедливость, должен быть баланс, должна быть гармония. Вы отдаёте, вы должны получать, а вы не получаете. Вы должны радоваться, вас должны баловать, вы должны быть в другом статусе, нежели в том, в котором вы находитесь на данный момент времени. Ваша кармическая отработка, она не будет полной. Вот здесь нужно спросить, а почему? Почему? Если вы его ждёте, что у вас не происходит, что вы не дорабатываете? Карта трёх печалей, тройка. И нет развития, нет продвижения, нет какого-то развития. Вы не идёте своей дорогой, вы не получаете то, что должны получать. Вы теряете, в эмоциях теряете, в энергии теряете. Радость у вас постепенно ваша, она всё меньше и меньше. И давайте ещё рассмотрим, что здесь область сердца. Вот здесь хочется всё-таки, вы видите, мячей, это чёткое понимание, что вас ждёт. Вы не желаете терпеть, да, умеренность перевёрнутая, нет сил. Опять же, вот это идёт разбалансировка, дорогие. Просто отсюда и печали. Но дорога продвижения, ваше переживание относится к теме, что вы должны что-то знать, какие-то документы, возможно, что-то должно делать с этим мужчиной. Нет желания уже к промедлению. Вот он медлит, очень долго что-то раздумывает, а вы уже устаёте, да, у вас нет терпения и вы идёте, у вас вот про эту разбалансировку я говорю, да, вам нужно движение, вам нужно что-то решать, вы должны двигаться, двигаться вперёд. Вы не выполняете свою задачу, свою жизненную цель какую-то, вы не достигаете. Если вы его не будете ждать, посмотрим, что нам покажут. если вы его не ждёте. Мудрость, да, духовное развитие, закрытость нам показывают. Здесь будет выбор вариантов, это прохождение уроков, если вы его, девочки, не ждёте, вы начинаете развиваться, вы получаете как бы новую ступень, новую медальку, вы умеете жонглировать обстоятельствами, да, и ещё ваша голова, она становится более чистой, ясной, и вы можете принимать решение очень быстро, чётко, с ясной головой. То есть, здесь, да, здесь мы видим на лицо развитие, пусть нет эмоций особых, но здесь есть загадка, тайны, возможно, кто-то из вас вот через эти отношения обратиться к эзотерике, обратиться к тайным наукам, к изучению, постигать начнёте мир немножечко с другой точки зрения, да, расширяя ваше сознание. У кого-то будут инсайты, у кого-то интуиция увеличится, усилится, да, возможно, девочки, но здесь набор просто женской энергии, здесь у вас произойдёт ваш рост, вот он, этот рост, также, и просветление здесь, чёткие ясные мысли, и желание двигаться, что-то у вас начнёт получаться. Будет ли он жалеть, если вы, ну, перестанете давать энергию, да, вот вы всё, вы сказали, больше я с тобой никак не хочу, прям по-честному. Смотрим. Шанс на счастье, да, который не, это счастье не сбылось, да, кубок опрокинут. Любовь прошла, завяли, помидоры, королева жезлов. Но здесь, если есть третий лишний, он займётся, конечно, другим, и здесь колесо судьбы. Смотрите, девочки, нельзя сказать, насколько он будет переживать, опечалиться, если его бросить, он поймёт, что вы женщина решительная, или же, если есть жена, он займётся своей супругой. Но, скорее всего, это может быть вы, вот он вас будет такое видеть, женщины решительные, царицы просто, яркой, огненной, самостоятельный. И он, знаете как, он скажет, ну что, ну такова судьба. Сэляви. Действительно, здесь судьба, судьбоносное решение или трансформация будет очень сложная, и тем не менее, большой и серьёзный этап для этого мужчины. Если же вы будете продолжать, вот сейчас ожидать его, да, как на нём это отразится? Ну здесь какие-то изменения должны будут быть очень сильные, это тоже, в принципе, переходный период, и переход на новый уровень. будет он, не будет. Либо мужчина пойдёт, опять же, тоже выше, да, как-то сподвигнет его ваш уход на что-то, либо же он, ну, скатится вниз, вот так. Но шанс на счастье, на любовь, как-то потерян. в вас он увидит вас, красивую, решительную, умную, смелую. И если вы остаётесь, да, пока ждёте его, ждёте его решений, принятия решений, ну, во-первых, он, вы знаете, теряете как бы основу, вы тоже становитесь королевой Пентакли, но без, твёрдо не стоять на ногах, вот как бы, да. Смотрите, мы здесь видим императора, но, возможно, он всё-таки в себе почувствует силу, авторитарность, ну, очень часто бывает всё-таки. Девочки, ну, он немножко вас под себя подомнёт, скажем так, в таком случае. Здесь мы видим уважение, чёткое, ясное, да, даже какое-то желание, уважение, то, что у вас есть своя жизнь, вы принимаете решения, берёте ответственность за ваши поступки на себя, а вот здесь, ну, как бы он просто вас перестанет понимать даже сам. Позиции снижены, ну, авторитарность его и впринут ваш мечей, какую-то холодность, обрывки, там, информации, то есть не будет он готов ни к чувствам, ни к эмоциям, да, вот импульсы, импульсы, какие-то холодные действия, и нет никакой решительности, вот, какого-то информации здесь закрываются, ну, сам он по себе, возможно, вы даёте ему стимул, сами что-то теряете, в него вкладываете. будет ли он стремиться что-то сделать, пусть не сейчас, через какой-то период времени, вообще, давайте посмотрим на перспективу, туда немножечко подальше, на не очень большой период времени, ну, допустим, месяц, и от месяца до двух, ну, три, может быть, максимум, да, действия, поступки. Вернутый аркан, вот, как раз-таки, можно было бы сказать, что он примет решение, всё взвесит, да, и сможет что-то предпринять, резко переключится, или куда-то поедет, помчится, но пока мы видим ситуацию, то, что он не видит в вас родственную душу, вот здесь будет потеря родственности, вот это взаимопонимание. Пока поступки нам говорят о том, что опять кто-то будет энергию отдавать, кто-то будет получать, и здесь мерило у всех разное. Вот он какой-то очень важный, знаете, и важный до неприятности. Вот прям как-то неприятная картина. Давайте ещё посмотрим. И ещё. Можно ли ждать каких-то перемен, что всё-таки он изменится и начнёт что-то делать? Дорогие, вот мы видим, что карта звезда надежда на будущее, да, очень длительный период, и холодность сердца. Вот, возможно, да, есть шанс на счастье, но здесь должно пройти очень большое количество времени. Будете ли вы ждать, вообще имеет ли смысл, нам и сейчас уже показывают, что вам, в принципе, ждать его не стоит. Так, причины покажут нам, почему он такой медлительный. В принципе, ему и так хорошо. Всё, что у него сейчас есть. Как там? А нас и тут неплохо кормят, потому что он не может вырваться, он крутится, как белка в колесе, на одном месте. Причём это же его нежелание развиваться. Здесь могут быть большие денежные удержания, также это может быть собственничество. Возможно, он просто не хочет уходить из каких-то своих отношений, да, остаётся в них и выбирает для себя то, что он уже хорошо, как бы хорошо знает. Перспективы, которые перед ним открываются, давайте сейчас ещё возьму две карты. Точно. И не точно. Не точно. То, что перекрыты пути дороги, это не точно. Но то, что информация закрывается, что означает картина. Семёрочка жезлов, да, когда нужно, в принципе, отстаивать свои интересы, да, к чему это приведёт. Вот здесь нам чётко не даёт понять, да, к чему приведёт, закрывают информацию. Но это не будет означать, что все пути дороги закрыты. То есть всё равно придётся что-то делать. Но вы или он, этот человек, не должны будете всё знать. Здесь есть всё-таки усил определённых сил для трансформации этого партнёра, да, он ещё должен, ну, выучить свои уроки, он должен ещё пройти свой путь, своё развитие. И, дорогие, всё-таки где-то, наверное, не с вами. Вот пока не с вами. То есть очень муторные, но вот действия от него и поступки, будете ли вы их ждать, да? Смысл. Многие ждут годами. Многие ждут годами. И когда это всё будет, тем более мы знаем пространство вариантов, да, можно принять решение и немножечко всё вообще пере... на какой-то период времени... Нет, здесь всё-таки есть ограничения. Дорогие, кто вот принял идти в свободный путь, свободное плавание, давайте для вас возьмём просто совет-рекомендацию, кто хочет что-то поменять и начать чувствовать себя и выполнять свою миссию, да, достигать своих целей, идти в свободное плавание. Давайте для вас возьмём совет-рекомендацию. Дорогие, ну и для вас пустая карта. Слушайте, ну вас вообще нужно сказать так, сейчас вас вот прям проверяют. Непростое для вас время, проходите вы свои уроки, информацию закрывают пока по данному вопросу, по вам. Пройдёт какое-то время, можно будет пересмотреть. Или, во всяком случае, те, кто уже знает, чего хочет, да, и вы будете стремиться достигать успехов не только в любви и отношениях, вот не цепляться, да, заодно и растряхчивать свою энергию в никуда. Будете пытаться познать, что вам действительно нужно, да, какое ваше предназначение, да что вам нравится вообще делать в этой жизни. И начнёте что-то делать для себя и для своих близких. Но это будет ясно и чётко, и понятно для вас. Вот тогда у вас здесь, скорее всего, уже откроются… То есть сейчас, если вы узнаете, вам будет просто даже неинтересно. Есть момент, когда показывают вам, что давай, дорогая, вот тебе удочка, лови рыбку сама. Предупреждена, информация есть, вооружена. Дальше, прям-таки, до мельчайших подробностей на данный момент, поэтому мужчине по этой ситуации знает больше не нужно. Ну что, дорогие, вот такой у нас магический, мистический сегодня просмотр. Я надеюсь, что информация вам была интересна, полезна. Вы для себя возьмёте суть, самую суть, да, поймёте, что вам делать. Возможно, вы уже сами всё знаете, сейчас только подтвердилось. Ваше желание, ваше знание, да, ваша интуиция, она сейчас говорит, что вы на правильном пути. И вы только окрепнете ваша сила воли, сила духа, она станет ещё лучше. Крепче. Итак, дорогие, всем взаимности. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписался. Ставьте лайки, это очень важно. И записывайтесь на индивидуальный приём. Контактные данные я оставляю под каждым видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok